Всем привет, ребята, это ТОП ДОТА. И сегодня у нас второй выпуск мифов дотанчика. Первый набрал уже какие-то невменяемые просмотры, чё-то около 300 тысяч. Так что я справедливо подумал, что вам эта тема зашла и нужно пилить ещё. Так что можете поставить лайк на этот ролик и следующая часть не заставит себя ждать. Поехали! Дота 2 хаос – это отличное место, чтобы выиграть вещички по доте 2. Здесь есть куча интересных режимов – спинкин, трипл, сундучки, дабл и прочее, а баланс можно пополнять хоть скинами и даже получать бонусы абсолютно на халяву. Ссылочка в описании. Ну и напоминаю правила для тех, кто не видел первую часть. Сначала я называю миф, потом даю вам секунд 5 на размышления и вы пишите в комментариях, что вы думаете, а потом я говорю – правда это или чистейший бред. И начнём мы с простенького. Итак, говорят, что снайпер своим ультимейтом может сбить прыжок хускара. То есть, по сути, одна ульта контрит другую ульту. Как вам такое? Правда или дичь? И правильный ответ – правда, всё именно так и работает. Не совсем понимаю почему, но летящий на вас хусик может быть остановлен точной дедовской пулей. Так что если во время каточки вы заметите хитрого хускара, бегущего в вашу сторону с рэнджа, то самое время зарядить в него немного пороха. Следующий миф у нас про тинкера. Его ультимейт, как все мы знаем, перезаряжает его скиллы и предметы. Но имеет некоторые ограничения. Например, медас перезарядить у вас не выйдет, как и кое-что ещё. Сколько бы вы ни старались. И вот он, прямо здесь вырисовывается наш следующий миф. Он гласит, что тинкер может своим реармом перезарядить Бладстоун. И как обычно, парочка секунд на подумать. И ответ – да! Может! Тинкер реально может задонайться Бладстоуном, резнуться, прожать реарм и задонайться ещё раз. Вроде бы бесполезная на первый взгляд инфа, но на самом деле юзать её можно. Ведь если приходится дефить хайграунд и бэйбэкаться, то лучше лишний раз не отдавать бабки за своё убийство. Ну и третий миф – очень странный и довольно непонятный. ХЗ кто вообще додумался его проверить, но всё же. В общем, он нам говорит о том, что если тускар возьмёт к себе в шар джаггернаута, который крутится в Блэйд Фьюри, то джаггер продолжит крутиться, хоть и будет неуязвимым и спрятанным в снежке. Жду аж ответ. Ииии да, это тоже правда. Такой вот у нас сегодня правдивый выпуск. Не знаю опять же почему всё это именно так странно работает, но как вы понимаете – это может быть очень полезно. Например, такая ситуация – у вас с братьюней джаггером мало хп, а противник фуловый и стоит рядом с вами, мудузит вас по лицу. Джаггер начинает крутиться, вы берёте его в шар и противник начинает охеревать от случившегося, хп у него кончаются, вас не видно, бить нельзя, все в шоке. А если начинает убегать, то сразу кликаем по нему вдогонку и не отпускаем. Изи килл. Ну и на этом на сегодня всё. Но совсем уже скоро, возможно даже через несколько часов, выйдет ещё один видос, который должен был выпуститься вчера, но к сожалению не успел. Так что ставьте лайк, если хотите больше видосов и больше крутых мифов, пишите какие-то свои, если хотите попасть в ролик, ну и подписывайтесь, чтобы ничего не пропустить. Удачи! Редактор субтитров Н.Грав�팅 Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...